Продолжение следует... 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 Говорит здесь о трех законах Двоеточие О законе писанном О законе естественном И о законе дел Далее цитата Язычники не имеющие закона Какого? Писаного По природе законное делают По какому закону? По закону обнаруживающемуся в делах Далее цитата Не имея закона Какого? Как же писаного Они сами себе закон Как это? Руководствуя законом естественным Далее цитата Они показывают что дело закона У них написано в сердцах Какого? Закона в делах Заметь мудрость Не поразил апостол иудеев Как требовал этого ход речи По ходу речи следовало сказать так Когда язычники не имеющие закона Делают законное по природе То они гораздо превосходнее Наставленным законам Но апостол не сказал так А выразился мягче Так Сами себе закон Этим он доказывает Что и в древние времена И прежде Нежели дан закон Род человеческий Находился под тем же С большой буквы промыслом Этим заграждает Так же уста тем Которые говорят Почему Христос не пришел научить Деланию добра прежде Из начала А знание добра и зла Говорит Он вложил во всех Из начала Когда же увидел Что оно не помогает То пришел Наконец Сам Сам в большой буквы Имеется ввиду Иисус Христос Давайте порассуждаем У кого какие мысли По вышесказанному Вопросы Может быть Недопонимания Игнать Тихонович Вам тогда Слава Ты узнаешь Сколько человек Сейчас присутствует Восемь Я девятый Ну так вот Начинай по порядку Кто там уже не первый раз Там есть Сергей Ильин Он много знает А потом я уже Подберу Кружки позади Вячеслав Я только кого знаю А другие Мало знакомы Очевидно и другие Могут сказать И Валерий Кто считал Конечно Не от своего черева Предлагай Ну я предложил уже Игнать Тихонович Молчат Я по этому Или что Поименно Давайте поименно Владимир Мачаловин Есть Что сказать Да Вот пока нет Что Вот пока нет Пока нет Лариса Синько Нет Мне нечего сказать Нечего сказать Надежда Благодат Что Что сказать Я Так Я читала Иван А сейчас У вас Как-то с разбором Так Вообще Как бы Вы говорили Что Как бы Я не читала Никогда Вот Я Никогда Ничего Не могу Сказать Райхан По отношению Современности Конечно Попирается Закон Как Попирались Да И Это Мень Но Он Оказывается И жене Своей Даже Не разрешал Платок Одевать Говорит Тебе Так Красивее Как Это Какая Заповедь Нарушается В этом Отношении Платок Если Платок Не наносит Как Например Подает Паспет А Паспет Вообще Платок Девушка Был оказывается Косой Отстриги Эту Косу Тебе будет С короткой Стрижкой Лучше Ну пожалуйста Законы Подпирают Сами Священники Это Уже Евангельские Законы В Евангелии В апостолах Сказано Что Женщина Должна Иметь На себе Маг Власти Мужа Над Женой Платок И Молиться Должна Быть С Покрытой Головой А Мужина Должен Был Молиться С непокрытой Головой Мы Сейчас Райхан Впереди Говорили О законе Иудейском И сравнивали С Апостол Сравнивает Язычников Которые Не имели Этого закона Иудейского Закона Моисеева Десять Заповедей В основе Его лежит Четыре Заповеди Заповеди Против Бога И Заповеди Против Ближнего Шесть А Простите Я опоздала Шаг Вот Ну Понятно Да На сегодняшний день Конечно Закон Ветхий Он не отменен Но Дополнен То есть Усилен И тут Нужно Размечать Так Кто у нас Следующий Анатолий Менщиков По Отрывку Вот этому О законе Иудейскому О законе Прошу прощения Мы что Сейчас читаем Мы сейчас Послание к римлянам Вторая глава Прочитали Где апостол Павел Хочет Примирить Иудеев И римлянам Иудеям Хочет Так что они не вышли Язычников А язычники Ну Не имея закона Язычники По природе По естественному закону Я понял Просто Если можно Стих Назови Сереж И все Римлянам Вторая глава Ага С 11 По 15 Мы прощили И полкование Прочит Хорошо Анатолий Менщиков С нами Тишина Вячеслав Скачев Вам слово Все понятно Благодарю Пока что Нечего сказать Валерий Здравствуйте Еще раз Здравствуйте Это от себя Я не знаю Дело в том Что как бы говорится Что люди Обличенные Закон И люди Не обличенные Знавшие Закон Знающие Закон Они бывают Хуже Чем те Люди Которые Не знают Это цвет Это и сейчас Это видят Красно И в нас Это сами Причем Потому что Пока Они не дремляют И как бы Мы не знали Закон И не изучали А как Мне вчера Сказали Вот мне Говорят Хочется Булочку Сладкую Есть Мне говорят Ты ослепнешь А я Все равно Ее съем А я Мужу Говорю А ты Завяжи И глаза Надя Пусть она Походит Целый день Закрытыми Завязанными Глазами Заходим На ощущение Что Ощутись Она ослепнет Вот так же И у нас И верим А кто звонит То есть Человек Наученный Закон Но не веря Он Чем не отличается От того Который Не научен Но Сердце Мне кажется Что даже Он еще хуже Чем тот Который Не знает А нам Толкователь Так и говорит Те Которые Научены И Не исполняют Они будут Наказаны Больше Чем те Которые Они говорят Ну согрешили Мне закон Мне закон И погибнут Толкователь Наказан Что Как мне кажется Что Дело Это Верить Все Хорошо Дать Закон Но Чего тут Нет Благодати Нет Я не знаю Вера Нет Вера Нет Слушатели Закона Нет Верой Поэтому Слушатели Закона Они Перед людьми Могут Казаться И Правильными То есть Они ходят На занятия Там Слышат В синагогах Они тогда ходили К виду Все такие Правильные Но Когда до дела Доходят Они Не соблюдают Этот закон А язычники Которые Не учились Никогда Ни дня Не были В семинариях Духовных Но По совести Поступают То есть Естественно Там Толкователь Говорит Что Изначало Изначало Вот это Познание Добра И зла Человеку Заложено Может быть В тот момент Когда Ева Вкусила Андреева Познание Добра И узнала Что такое Добро Что такое Зло Прямо Сразу Вдоль Дороги И там Одна Дорога Да потеряете Оттуда Пошло Вот это Познание От него 4 километра Тогда же Еще писаного Закона Не было Закона Моисеева Десяти Заповедей Не было Еще Там По стеклам По новой Они вместе Тянули Ощущение Да Было То что Ну как Дорог Приговорить Что Все Кроме Одного Одного Вот этого Сейчас Ремонтирует Такую Чужую Дорогу Делает Да Была Одна Заповедь Не вкушай И Охотни Хоть отдаешь Туда Не надо Однака Лукавый Да Он Соблодни Но Не лукавый Виноват Хотя Он тоже Виноват Рассужден Глент Но Виноват Я сам Что послушал Этого Лукавого Обольстил Ну да И вот К этому Вопросу У меня Еще Вопрос Зачем Лукавому Наши Для чего Как бы Для чего Ну Тысячу Две тысячи Две тысячи Что он их Солит Или что делает Как бы Оплатает Чего Зачем Как бы Вот Это же Тоже Две Я хотел Изнать Тихо Потом Это Сказать Прямая Трасса Идет Там Одна Трасса На Мамбус Никуда Не Сворачивай Хороший Вопрос Так У нас Одна Елена Есть Что Сказать Все Направо Направо Дорога Как идет Вы Вы Слушаем Спасибо Спасибо Тогда Игнать Тихонович Отвечайте Ну Я Тоже Еще Не Сказался Можно Я А Ну Давай Да Ну Вот Здесь Есть Такая Вот Вещь Они Показывают Что Дело Закона У них Написано В сердцах О чем Свидетель Совести И Мысли Речь Идет О Язычниках Те Которые Ну Не Знали Закона Ну Например В наше Время Как Скажем Сейчас Есть Человек Не Верующий Бога Он Не Знает Закона Ну Все Но Он Например Не Пьет А Есть Много Православных Которые Говорят Должны В церковь Сходить Могут С тобой Помолиться Заодно Вот Не Против Не Отрицают Существование Бога Считают Себя Православным Крещеным Вот 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 Есть На Работе Могут С тобой Даже Помолиться И Лоб Перекрестят Вот Дело Такое Могут И Пить Могут Там Выругаться А Я Знаю Вот Таких Людей Которые Ну Не Верующие Они Но Никогда Они Себе Не Позволяют Что То Сказать Суисловное Например Не Целомудренно Вести Женщина При Женщинах Не Будет Говорить Какой То Там Скобрезные Вещи Там Не Ухватят Ее Никогда За Одно Место Верной Жене Вот Как Ну А Так Вот Нет Я Ученый Я Вот Все Должен Подвергать Сомнению Бога Не Верить А Сам Человек Целомудренно Не Пьет Не Курит Есть Такие Прави Чего Вот Есть Закон Который Написан У него На Сердце Вот Это Есть Написан На Сердцах Закон Хотя Он Бога Не Верный Господь Его Сердце Не Коснулся Он Не Очищен Ни Словом Божьим Ничем Но Вот Это Вот Это Такой Пример Язычества Людей Язычества Мира Сего Которые Вот Не Нет Таких Грехов У Них Есть Какой Моральный Ценс Свой Личный Который Они Переступить Не Могут Никак Он Никак Не Будет Делать Какого Греха Не Будет Материться Вот Не Будет Там Пить Напиваться Не Будет Никогда Если Понятно Благодарим Игнатий Лавкин Тихонович Вам Слово У меня Слово Так Какое Я Как Говорится Своем Амплуа Опять Знания Могут Быть Очень Большие Человек Который Ревнует О знаниях Он Много Считает Встречается Но Здесь Апостол Павел Затронул Такую Область Которая Не Поддается Изучению Даже Это Другой Уровень Вот Сейчас Я Может Такую Пример Не Совсем Понятный Будет Послушайте Сейчас Открою Прочитаю Только Что Я Посмотрел Называется По-русски Запишите Кто Может Называется Спасибо За Все Что Ты Создал Вот Так Вот И В Ютубе Заряжите Спасибо За Все Что Ты Создал А Там Остальное Это Не Так Важно Это По-русски По-русски В Ютуб Заряжите Хаим Моше Там А вверху Там Написано Будет По-еврейски Тада Аль Коль Моше Барата То есть Вот Эти Слова А какое Отношение Это Имеет А вот Это Тот Уровень Я Никогда Не Был В Израиле Никогда Я Русский Отец У меня С Рязани Но Вот Только Песнопение Это Мне Попало Это Песнопение Поется У Меня Как будто Я голос Родины Услыхал Я Дома Не Слышал Я Дома Слышал Как Бабы Поют Бригаду Едут Здесь Другое Нельзя Передать Что Слова Тронули Меня Так Что У меня Слезы Показались Но Какие О чем О скорби Об этих Людях Они Так Кадры Меняются Иерусалим Они Идут Ну Человек Любой Скажет Поют Хорошо Снимки Как Передвигаются По улицам Идет Прекрасно Ну Ни одного Слова Нет Но У меня Внутри Другое Жалость К этому Народу Что Польза Во всем Этом Что У меня Жена Он Поет Все Что Бог Дал Если Ты Не Спасен Пришел Мессия К своим И Свои Не Приняли Его Это Даже Говорить Нельзя Мысленно Представим Что Страшный Суд Это Язык Какой Адам Говорили Не Знаем Ну Предположительно Близко Что К тому Что Мы Можем Услышать Только От Евреев Великое Преимущество Быть Евреем Во всех Отношениях А Наипачье В том Что Им Вверено Слово Божие А они Его Пренебрегли А Слово Божие Вторично После Совести Златоуст Говорит Вторично На первом месте Совесть Да Моисей Это Сколько Посчитай Лет Прошло Ты Посчитай Только 1656 До Потопа 721 Год До Башни Вавилонской А теперь Дальше Уже Можем Легко Посчитать До Авраама Вот Он Где Первый А какое Это Отношение Ты Слушай Пока Какое Отношение Так вот Совесть До этого Момента Дописанного Закона Моисеева Она Была Главным Водителем Закона Это Не было Написанного Он Первичнее Совесть Первичнее Закона Вот Это Вообще Удивительно Тут и думать Даже нечего Легко Понять Но Златоуст Говорит И ныне Бог Пользуется Этим же Когда Совесть Не стала Работать Бог дал Писанный Закон Не понимаешь Не чувствуешь Веяния Духа Божия Вот тебе закон Вот закон А вот сегодня Я слышал Сергей Козлов Разговаривает С одним И называется Христос И каноны Тоже посмотрите Длинная Полтора часа Беседа Но того стоит Посмотреть Один молодой Человек С ним где Беседуют Но самое главное Что он Ничего не принимает А просто Я как хочу Так и делаю Но Сергей Дальше не сказал Я говорю Выведи его на меня Вот это Речь идет о совести Если этот закон Работает То закон Фактически Написанный Не нужен Но он нужен Но он как бы Не нужен Потому что До этого Закона Были И вот Кто будет Говорить не то Иначе То есть Они говорят Иначе Машеах Моисея Нет Я слышу Это песнопение Только сижу Головой Качаю Боже мой Что они Наделали Строят памятники Пророкам А пришел Господин Пророков Как говорит Великий Златоуст И они Его убили Убили Не пророков Которые придут Они их убьют Моисея Этого Иноха Илью А самого Господина Пророков Я в каждом Возрасте Как они поют Как там поворачиваются Я вижу Это народ особый И какую же Ответственность Они понесут Тем паче Они виновны будут Я это все В закон То что сейчас Проходим Я на песнопении Прокруч еще раз Его прослушал Это необычное Состояние Бог Духом святым Дает Все прекрасно Но ты видишь Огонь Огонь Они потеряли Все Они убили Совесть Они убили Закон Что они Наделали То что О чем мы Сейчас считаем Павел говорит Примеряю Он не просто Примеряет Он осаживает Их Что вы Какое вам Руководство Вам надо День и ночь Плакать Вы убили Господина Жатвы Увидели Идет Виноградарь Взяли Убили его Вот что Это означает Это вход Во все Притчи В духе Святом Когда Бог Трогает Твою совесть Конкретно Конкретно Об этом народе Поскорби Я всех Умоляю Никогда Не проклинай Народ Божий Ивреев Желай ему Блага Какого блага Они ограбили Весь мир Создали Эту революцию Сто миллионов Голов Они уничтожили Русский народ Фактически Знаю Знаю Но одно Остается Благословля Этот народ Чтобы они Приняли Мессию Христа Как Бога Как второе лицо Во святой Троице Вот что я хотел сказать О внутреннем переживании Которое Бог дает Невидимое Неслышимое А внутреннее Примеряя все К суду Божьему Конечной Точке Которую Бог поставит Отошел Да Дорогой брат Это И вот я У меня Просто Бог Ввел В состояние Их они Одеты Там Как я уже Не смотрю Что Где женщина Брюках Но Все Все Говорит Это Бога Избранный Народ И они Не приняли Самое главное Не упустили Ответственность Их Страшно Велика И это Все В песнопении Я как бы Слышу Стон Народа Они Благодарят Творца Господь Говорит Анапима Кто не Того Будет Говорить Это Все Уже Запредельно Они Благодарят За то Что Видят Сейчас Здесь Они Не могут Благодарить За мессию Который Ради них Пришел Я пришел К погибшим Овцам Израиля Он Нашел Скотомогильник Погибший Скотина Дохлая Валяется Вот Смысл Ты какой Они Поют Пляшут Я Это Все Принимаю Хорошо Но Я вижу За экраном Другие Тени Как бы Как бы Я ничего Не вижу У меня Внутренняя Душа Содрогается Слыши Как Они Поют Во Все Интонации Во всем Богоизбранно Чувствуется Но Они Потеряли Это Ну Маших Маших Они Дух Святой Открыл Я Что Мог То Сказал Я Понимаю Мои Слова Немощные Открыли Так У нас С вами Еще Сегодня Либ Откуда Вы Представьтесь Или Если Что Сказать На Тему Закона Иудейства И Что Что Шум Сильный Да Мы Вас Слышим Шум Ладно Сергей Там Пусть Отклюшит И Давай Вперед Иди Хорошо Либ Отключите Микрофон Мы Вас Не Слышим Звука Нет Нет Не Слышим Не Слышим Отключайтесь Тогда Просто Слушайте Шестнадцатый Стих В день Когда По Благовествованию Моему Бог Будет Стребить Тайные Дела Человеков Через Иисуса Христа Толкование С Этих Слов Начинай Новую Речь Ибо Теперь Говорит Апостол О том Каким Образом Судимы Будут Все Вообще Люди В день Суда Предстанут Собственные Наши Мысли То Осуждающие То Оправдывающие И И Человеку Не Нужно Будет Насудили Счетом Ни Другого Обвинителя Ни Другого Защитника А Дабы Увеличить Страх Не Сказал Грехи Но Тайные Дела Люди Могут Судить Одни Явные Дела А Бог Говорит Будет Судить Тайные Дела Через Иисуса Христа То есть Отец Через Сына Потому что Отец Не судит Никого Но Всякий Суд Отдал Сыну Читаем Об этом Евангелие Атеаном В пятой Главе Двадцать Втором Стихе Можешь И так Разуметь Слова Через Иисуса Христа Войточек То Благовествованию Моему Предоставленному Мне Иисусом Христом Здесь Внушает Что Благовествование Не проповедует Ничего Противо Естественного Но Возвещает То же Самое Что Вначале Внушено Людям Самой Природой То есть Что И Благовествование Свидетельствует О Суде И Наказании Идем Дальше Дальше В контексте Семнадцатый Восемнадцатый Стих Вот Ты Называешься Иудеем И Успокаиваешь Себя Законом И Хвалишься Богом И Знаешь Волю Его И Разумеешь Лучшее Научаясь Из Закона Полковайн Сказал Что Для спасения Язычника Исполняющего Закон Ничего Более Не нужно Вычисляет Наконец Преимущества Иудеев Полагаясь На которые Они Гордились С предъязычниками Прежде всего Говорит Об имени Иудея Ибо Оно Составляло Большое Преимущество Как Теперь Имя Христианина Не Сказал Ты Иудей Но Называешься Ибо Истинный Иудей Тот Которого Исповедуют Иудеем Потому Потому Что Иуда Значит Исповедание Далее Цитата И успокаиваешь Себя Законом Вместо Не трудишься Не ходишь Не разузнаешь Что Должно Делать Но Имеешь Закон Без труда Наставляющий Тебя На все Далее Цитата И хвалишься Богом То есть Что Ты Любим Богом И Предпочтен Прочим Людям Обращать Же Любовь Божию Средства Презирать Существа Однородные Есть Признак Крайнего Неразумия Далее Цитата И Знаешь Болю Его То есть Божию И Разумеешь Лучшее То есть Решает Что Должно Делать И Чего Не Должно Делать Под Словом Лучшее Надо Разуметь Приличное И Полезное Каждому Так что Остановимся И идем Дальше Тут вроде Пока Нечего Обсуждать Или есть у кого Что сказать Спросить Ну Ну Как Если Чуть Здесь Много Есть Давай Тебе Слово Тогда Вот Ты Называешься Иудеем То есть Иудеи Они Считали Что Почему И успокаиваешь Себя Законом Иудеем Иудеи Иудеи Иудеем Иудеем Начинаешь Изучать Священное Писание Если Твоя Душа Недовольна Она Не Успокоенная Если Ты ищешь Как угодить Богу Ищешь Это В Священном Писании То Чего Тебе Не хватает Чего Тебе Не хватает Ты Не такой Значит Это Твои Проблемы Ты Виноват И все Пытайся Успокоиться Все И будь Довольным Как Вот Такое Дело Получается Что Как Тогда Успокаивали Себя Иудеи Что Они Имеют Закон Так Мы Сейчас Успокаиваем Себя Законом Только Еще Хуже Поскольку Если Они Еще Ждут Машиаха То К нам Машиах Пришел И мы Его Признали Мы На него Должны Надеяться А Получается Только Формально А на самом деле Мы Не тот Закон Который Дал Этим Иудеям Хоть Закон Был Дан От Бога А Мы Много Выдумали Сами Выдумали Сами Вот И Считаем Что Это Получили От Апостолов Хотя Все Не так Как На самом Деле Вот И Христа Получается Нам Не надо Мы Его Не Видим Вот В чем Дело Спаси Господи Это Это Очень Такой Стив Хороший Был Вот Это И Ты Называешься Иудеем Успокаиваешь Себя Мы Тоже Успокаиваем Себя Вот В чем Дело Они Должны Успокаивать Себя Нам Есть О чем Подумать Да Часто Слышишь Ну Я Крещеный Все Значит Он Уверен Значит Меня Отпоют Раз Меня Отпоют Да Дело Даже Не В этом Дело Даже Не В этом Человек Бывает Даже И Ходит В храм И Причащается Крещеный Даже Какую-то Церковную Жизнь Ведет Но У него Главное Стоит Перед Ним Что Главное Что Не Чтение Слова Божия Не Искание Христа А Какие-то Такие Сует Мельтешения Вот Там Привезли Мощи Там Икона Такая Хорошая Особенно Это Любят Делать Женщины Вот Им Нужно Что-то Такое Вот Ну Материальное Пощупать Чтобы Чувствовать Себя Уже Спасенным А Мужики Поскольку Им все равно Одурели Они Себя Скинули Все Это Самое И Все Богословие У нас Получается Ведут Женщины Бабское Богословие А Мужики За этим Идут Как баран На убой Все Вот Мощи Ага Все Хорошо Мощи Мощам Вот он Мощам Сходил Поехал В поездку Объездили Все монастыри Облабызали Мощи Все Помолили Святой Иконой Ну Может быть Дело Доброе Но На самом Деле Это Ну Огня То Нет Огня Нет Получается Духовный Инвалид Он Инвалид Он Ищет Костыли Где Приткнуться К одним Мощам Какой иконе Какой это То есть Это не воин Это не воин У него нет Ни меча Даже палки нет Чтобы волков Отогнать Отгонять Он сам Как бы Такой вот Надеющийся Ну Хорошо Ну На самом деле Если бы надеялся На Господь Господь был бы с ним А так Ну Ну Надеется Как-то Знает Что Какие-то Знания Приобретает Ну Все эти Знания Такие Вот Там Земельку Взял Там Водички Набрал Там Мощам Ну Это все Очень Такое Примитивное Ограничащее Даже с язычеством Вот В чем Дело А так Он как бы И церковную Успокаивает Себя Законом Ну Вот Есть закон Все так Живут Все православные Вот И все А Многим Как бы В Духовенство В большинстве Случаев Это Выгодно Во-первых Не задают Лишних вопросов В нужном Русле Для них направлено А во-вторых Это Их Недоход И все Вот в чем дело Коммерческие Такие Как бы Проекты Для Священца Поэтому Они не лезут И не воюют Против этого Спасибо Господи Да И вовсе целы И волки Все это Как говорится Да Да Так Ну Продолжим Тогда В этом ключе Читаем 19-20 Стихи Далее Апостол Павел Обращается К иудеям Называющих Себя Иудеям Как бы Таким Лживым Иудеям И уверена Себе Что ты Путеводитель Слепых Свет Для находящихся Во тьме Наставник Невежд Учитель Младенцев Имеющий В законе Образец Сведения И истины Толкованием Выше Говорил Что Слушание Закона Не приносит Никакой Слой Если Не будет Присоединено И Исполнение Я Потому Что Не слушатели Закона Говорит Праведный Пред Богом Но Исполнители Закона Инаст Теперь Говорит Нечто Большее Именно Хотя Б Ты Был Учитель Но Если Не Исполняешь Закона То Не Только Не Получаешь Себе Никакой Пользы Но И Навлекаешь На Себя Большее Наказание И Как Иудеи Весьма Превозносились Учительским Достоинством Своим То Из Этого Особенно Доказывает Что Они Достойны Осмеяния Ибо Когда Говорит Путеводитель Слепых Учитель Младенцев И Прочее То Изображает Надменность Иудеев Которые Называли Себя Именно Путеводителями Светом И Наставниками А Обращенных Из Язычества Именовали Находящимися Во тьме Младенцами И Невеждами Но Ты Имеешь Образец Сведения Истины Не в делах И не в заслугах Но В законе Полагаясь На него Как На изображение Добродителя Так Иной Имея У себя Царское Изображение Сам Ничего Не списывает С него Но Те У которых Нет его И не видели Его Верно Подражают Ему Итак Всякий Учитель Пишет И изображает В душах Учеников Познание Добра И потому Саму Истину Если Он Осуществляет Это И в деятельности То Будет Совершен В противном Случае Будет Таким Каковы Осуждаемые Теперь Апостолам Некоторые Под Образом Разумели Образец Сведения Ненастоящий Ты имеешь Говорит Познание Благочестие Не истинное Но Подделанное И Прикрытое Ложным Видом Пожалуйста Желающие Высказаться Игнать Тихонович Бывайте А пускай Сергей Говорит У него Лучше Получается Давай Сергей Он только Что Говорил Сергей Я еще Подумаю Немножко Я Переварить Должен Через Сердце Пропустить Апостол Обращается К учителям Сегодняшние Учителя Тоже С кафедры Смирнов Там Ролик Самый Наглый Поп И он Начинает Учить Во все Услышания Что Ну Пришел Человек В храм Мы ничего Не знаем Хоть Делик С него Взять Ну Это Понятно Православный Такой Юмор Он С юмором Человек Но Однако Многих Этот ролик Вел Соблазн И Да Бог С ним С этим Смирнов Здесь Гораздо Глубже Что Такое Иудаизм Наставник Невежд Учитель Младенцев То есть Иудеи Фарисеи Так скажем Они Пребывали Постоянно Постоянно В изучении Торы Как и сейчас По сей день Вот Игнатий Тихонович Он Затрон Хорошую Тему Сначала На Приду В 15 Психе То есть Это Не просто Люди Которые Вот Ну Они Люди Постоянно Изучающие Слово Божие Пребывающие В законе День и ночь По первому Саму Вот Изучающие Закон Но Но Не приняли Христа Не приняли Не узнали Своего Машеха Как он Олег Синяев Спрашивает Вы Согрешили Вот Было Вавилонское Пленение Но 70 лет Сейчас Вы 2000 лет Рассеяны Что вы Совершили Такое Равин ему Говорит Я понимаю К чему Вы клоните Да Пришел Мессия И мы Его не Приняли Но Это Другой Долг Все равно Не хотят Они Ишуа Машехом Признавать Как бы Там Ни Было Вот В чем Дело Что они Не Приняли А на самом Деле Наставник Не вешает Учитель Младенцев Имеющий В законе Образец Ведения Истины Хотя Сам Постоянно Пребывает Учение У нас Этого Нет У нас Нет Этого И никогда В истории Церкви За 2000 Лет Этого Не было Не было У нас Чтобы Вот так Были только Отдельные Светочи Которые Там Там Учились А у нас Не Чтобы Системно Образовывались Преподавали И знали Это самое Священное Писание У нас Такого К сожалению Вообще Даже Нет Вообще Нет Вот Чем Дело На самом Деле Это Беда На самом Деле Это Беда Да У нас В семинариях Вот Учат Там Преподавать Ну Не Преподавать А Богослужение В основном Богослужение Все Сведено Очень Важная Вещь Да Ну Сколько Это Год Два За год Два Можно Учить Человека Даже Там Обезьян На лесопеде Кататься Можно Учить Да Так Ж Человека Можно Учить Но Остальное Это Время Чтоб Душа Пребывала В священном Писании Чтоб Нес Писание Своей Пастве Ладно Не может Проповедовать Внешнем Хотя Должен Но Свою Паству Он Должен Вести В Царство Небесное Которое Уже Искуплен Кровью Крестовую Он Должен Преподавать Священное Писание Непосредственно Ну Вот В чем Дело А Этого У нас Не Учили Даже Священников Не Учили И Не Учат Вот Никогда Ни В Одной Церкви И Сейчас Что Происходит Смотрите Так Возьмем Иудейство Оно Было По многим Причинам По многим Причинам Было В упадке И Господь Так Сделало Начиная С разрушения Храма И Рассеяно И В упадке Но Тем Не Менее И Сейчас Там Столько Мыслей У них Есть Есть Наподобие Нашего Протестантизма Наподобие Нашего Женского Священца Есть Иудаизм Такой Который Есть От Атратародоксального Иудаизма Ультра Атратародоксального До этого Но Они В любое Время Готовы Помириться И В любое Время Найти Общий Язык И Сейчас Я смотрю Как у нас У нас Насколько Патриарх Поехал Там Встретился С Папой Римским До этого Он встречался С многими Инославными И я Это Поддерживаю Я Очень Поддерживаю То Что Общаются Наши Архиереи Инославными Со всеми И здесь Поднялся Сразу Бум Все Он там Осквернил И предатели Непонятно Что И непонятно Чего Да Мы Настолько Непримиримы И говорят Это В основном Люди Которые Сами Не постятся Они Не знают Что такое Пост Они Не знают Ни канонов Ничего Для них Главное В этим Они Ловят Рыбу В внутреннем Омуте Они Не ищут Истины Они Смакуют Тем Что Церковь Разделена Хитон Христов Разодром Они Этим Смакуют И вот нам Сейчас Христианам Я вот так Подумаю У меня Ужас У меня волосы Шлиться Мы Вот Сейчас Никак Не сможем Соединиться Даже Допустим Даже с теми Пусть Которых Мы называем Восточные Церкви Сирийцы Армяне Копты Эфиопы Мы С ними Не сможем Соединиться Почему И только По одной Причине Самая первая Причина Из-за наших Таких Псевдо Православных Которые Ищут Свои Выгоды Именно Свои Выгоды Причем Они Даже Не в сане Священников Большинство Почти Все А на самом Деле Они думают Угождают Богу Служим Нет Вот Поскольку Мы за 2000 лет Мы никак Не сможем Крестьяне Соединиться Иудеи Они соединились В одно Государство У них Разное Мнение Но тем не менее Они могут соединиться И найти общий язык Мы никогда Не найдем Даже Те кто Имеет Апостольское Преимство Не найдем Потому что Вот Нас изнутри Будут Съедать Вот в чем дело Спасибо Господи Может я Непонятно Сказал Конечно Мне По крайней мере Понятно Ну Спасибо Господи Рад Рад Ну Кто там Хоть Что-то А вот Мне Непонятно Это Валерий Я Не понимаю Почему Мы с Средниками Должны Углазаться Непонятно Извини Дорогой Мой Сколько Тысячелетий Прошло Мы ведь Не против Того Пусть пока Придут К нам Мы их Обнимем Здесь Нужно Каяться Смотри Что у них Доброе И что у нас Доброе Правильно Оставлять Нужно Все доброе И отметаться От всего Злого Потому что Вот если Посмотрим Много В эфиопской Ковской церкви Интересного И доброго Которого Нет у нас И много Есть У нас Много Наносного Такого Наносного В песку Которого Нужно Просто Брать Скорзины И выбрасывать Поэтому Мы не можем Судить Сейчас Мы не можем Судить Мы должны Объединяться По любому Если вот сейчас Рассуждать Объединяться На первоапостольских Принципах Если вот церковь Начнется Все равно И у них К нам Претензии Будут И у нас Но главное Чтобы было бы Желание Объединиться И на первоапостольских Принципах Ведь не важно Там На каком Они хлебе Служат Не важно Там Как они Поют Главное Какую-то Ересь Убрать А они нам Покажут У нас Может что-то Ненужное Зато мы Все будем Вместе Церковь Будет Едина И мы Будем Иметь Общение Между Собою Если бы Мы были Чистые Как говорится Кфары Да Вот Кефары У нас А на самом Деле У нас Тоже Много Разного Нанослова Так оно Никто Не спорит У нас Нанослова У каждого Человека Не то Ну вот Поэтому Христос Нас Говорит Вы Сначала Сучок Из своего Глаза А чтобы Вынуть Надо его Увидеть А покажет Тебе кто Со стороны Только Покажет Тебе Твой Сучок А иначе Будешь Доволен Ходить Сытый Пьяный И нос В табаке И ходить По мощам По земельку Собирать Водичку Привозить И вот Будешь Считать Что ты Только этим И спасаешься И этим Ты угождаешь Богу Не так Это все А если Церковь Христова Вся Соединится С коптами С эфиопами С индийцами Это же будет Силище Какая сила И у католиков Что доброе взять Вот в чем дело И у них Есть что доброе Ерес Выкинуть То надо Естественно Чтобы причащались По двумя Видами Чтобы Так сказать Ну Главенца Папы Естественно Само собой Это Даже Не Разгнавается Там Показать Ерес Что новое Там О непорочном Зачатии А остальное Это может Принять Остальное Это у них Больше доброго Чем у нас Даже есть Они во всяком случае Все вот эти вот Священнические Регалии По себя Поскидывали Уже Они поняли Что нужно Идти к людям А мы еще Нет Не поняли У нас еще Епископ Это небожитель А у них Он уже Снизошел К людям Их епископ Вот в чем дело А наш Никогда Не сойдет Он боится Народа Все Я не прав Брат Валерий Ты не то что Не прав Ты Прав Но ты не прав Ты сам говоришь Если Человек Скажем Еретик Он должен Я знаю Что он еретик Понимаешь А он Не считает Себя Таковым И сколько Ты считаешь Я Я говорю Не о протестантах Я говорю О церкви То есть О Восточной церкви С этими Как сам Другой подход Бартистам Адвентистам И к ним Разный подход Может быть К лжесвидетелям 50 Мы сейчас О Папе Римскому Говорим Ты же говоришь О Папе Римскому Мы сейчас О нем заговорили О Папе Римскому Третий подход Ну Это точно Это было Как ты понимаешь Собрать собор Не собор А говорить Давайте Вот можем Или не можем А человек Наплевал На это На все И пошел Я понимаю На Тверской Случайно Встретились Гундяев И Папа Римский Они бы встретились О здорово Брат Здорово Давай-ка поговорим А то полетели На Кубу Что-то там Тайно Куда там В вагоне Каком-то В вокзале Куда бы они Не полетели Хоть в Антарктиду Это их личное дело Где они решили Встретиться Это Я понимаю Это их личное дело Где им удобно Встречаться Личное Это когда ты Не монах Когда вот Ты Сергей А я Валера Вот Это как они решили Им за это и дало Управлять церковью Это их дело Другое дело Что сразу всем Они на камеру Не могут же беседовать Они решили так Потом что-то решили Отсеять из своего разговора Чтобы оно не получило Большой огласки Может это и не надо было Для наших ушей Вот А выпустили В журнале Москва потрясения Только то что надо В одном из номеров То что нужно донести И все И я считаю Что это совершенно разумно Я за то Чтобы брать доброе Что-то это Что нам Им брать Да Я за это Двумя руками Но нужно это делать Как-то Немножко по-другому Не наплевательски так Он наплевал на нас На всех И все Сказал Зачем мы его Он Я глава Он Какой глава Он просто старший Среди епископов А он сидит Папа Иринский Назадный Нет Подожди Что значит Он Ему церковь доверила Быть главой Все Он действительно глава Он натуральный Глава церкви Ну имею ввиду Зимой это Русской православной церкви Да Он старший Среди епископов Но он не глава На церкви вообще То есть он может Издавать законы На церкви Глава Христос Вот А он глава На дружской православной церкви И правильно Он решил Он так решил Он так и сделал Все Ну Твое мнение Не такое Мое такое Видишь Я немножко Нет А какое мнение Он должен был у тебя Спросить Или что Провести Все православные Валерий говорит Только о папе А ты подразумеваешь Нет Я Конечно Причем В чем дело Патриарх за то и постав Он что Должен проводить Все православные Референдум Чтобы принять Что-то решение Конечно А как ты думал Конечно Он это обязан делать Он на наши деньги Живет Ну и что Мы поим Он ролик Это мы обязаны Его содержать Вот мы обязаны Содержать А он не обязан Перед нами Оправдываться И не обязан Он нам У нас спрашивать Вот он должен сделать А если он Неправильно сделал Мы ему тогда Уже должны Высказать свое Мнение По этому поводу А делать Он должен сам Ну как бы Это Никаких вопросов От нас Потому что Будет столько Мнений Сколько Тем более Что у нас Сейчас Даже За голову Хвататься Страшен Все правильно Он сделал Ну это Твоя Заточка Я лучше Держусь Другого Мне такая Не нравится Это напоминает У нас В саду Председатель Вера и Сергей Все Я Ваш Дископ Председатель Все Молчит Так Другим Словом Желающие Высказаться Есть Час у нас Прошел И полчаса На Вопросы И ответы Ну Слово Будет Конечно Желательно Вопросы Задавать Касающиеся Спасения Души У меня К Игнатию Тихоновичу Можно Вопрос Вот Такой Вопрос Как-то Игнатий Тихонович Обмалвался Но я Не знаю В какой-то Ролики Вот Почему Монахи Предали Забвению Пророка Ездру Вот У католиков 13 июля День памяти Ездры У армян Ездра Празднуется То есть Почитается Вот Архиепископ Эзрас Который Вот В Москве Армянский Это в честь Ездры Названо Все Другие церкви Они Упоминают Ездру А вот У нас Почему Нет Я действительно Не нашел У нас Это Пророка Ездра И вообще Никогда В течение Веков У нас Это греки Что-то там Напридумали Вот Вопрос Такой Игнать Тихонович И почему Меня слышно У тебя Слышно Игнать Тихонович Нету Может Ого Игнать Тихонович Вы с нами Я вот иду Что Приехал Добунов Тут А отец Павел Был Сегодня Оставил Ему Рыбы Отец Павел Купил домик В деревне Корову Завел Ну и Привез Сразу Сыру И молока Я Добунов Все Отдал Так Слушаю Я Сергей 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 Дорогой мой Ты когда поднял Этот вопрос А откуда Ты узнал Или услышал Ну Я то Слышал От вас Раньше Еще Потом В последнем Ролике Вот Вы говорили Там Больно На собрании Вот Я посмотрел Вообще Да Ну все Понял Я У меня Ответ Очень короткий Все Что связано Со священным писанием Враждебно Монашеству А он Собрал Книги Ветхого Завета И Это Все Абсолютно Противно Они Не могли Его забыть Книги В священном Писании Это Вот Возьмите Даже Переводчики Священного Писания Которые Были На русском С каким Трудом Это Они Признают Я Нахожу Ответ Только Один Неприязнь К Слову Божию Вот Почему Пророков Божиих Они Убивали Когда Стефана Побивали Он Говорит Кого Из Пророков Не гнали Отцы Ваши Кого Ну Назовите Почему Они Скрижетали На него Зубами Они Не могли Ни одного Назвать А Потом Прамятники Строят Вот Так И Здесь Только Начинаешь Слово Божие Говорит Все Кинутся А вот Написано Ты Мирянин Не имеешь Права Учить Я говорю В церкви Меня Долбали Всю Жизнь За Это То Что Я Говорю Но Я Говорил Это Я Сегодня Передаю Власть Говорить Это Последнее Занятие У нас До Осени Мне Охота В вашей Памяти Отстаться Кротким Смиренным Тихеньким Таким А Вы Простите Вы Приедете Потом Или Больше Банал Не приедете Нет Все До 10 Октября Прощаюсь С вами Дорогие Мои Но 10 Вы Вернетесь Ну Если Господь Благословит Потому Что У меня Все С нуля Еще Организатор Детского Лагеря Создатель Его И 45 Год Руководитель Это Не просто Так Ты Одному Ребенку В семье Дай Ума А вот Он Звонит Он Лагерь Ну Может Вас Это Последняя Надежда Завтра Встреча Будет Последняя В городе И Послезавтра Утром Выезжаем Брать Не брать Мне Решить Это Тоже Не Взять Плохо Взять Беда Я Но Если Он Матери Ругается Хулиганит У меня Прав Немного Над Немного Я Конечно Накажу Его Попытаюсь В рамки Взять Ну Он Если Не Один Да Несколько Это Не Просто Так Послезавтра Мы Уезжаем Десятого Открытия Лагеря Так что Помните Если Можете Чтобы Господь Нас Помиловал А я Наметил Какую Работу Сегодня Только Разговаривали Бульдозер Приобрести Это Что Пригнали Дороги Напрямую У нас Нету Нашарщина Там Умышленный Директор Присал Бульдозер Ночью И Выпустили Пруд И Там Ширина Этого Может быть Я не знаю Сколько Это опять Идет Один Метров Шесть И Глубина Метров Может Четыре Пять Прорву Как засыпать Как Сохранить Как Весной Чтобы Не Прорвало Я О Ребятишках Думаю Думаю О Природе Два Пруда А Это Третий Пруд Там Общий Не Наш Даже У У У У Планы Просто Грандиозные Но В В прошлом году Все Выполнили До Последней Точки Как Бо Знаем Так Ну Все Пока Помогай Господи Ну Еще Там Вопросы Какие Давайте Я Спрошу В Начале Наши Разговоры Во Первых Отвлеченная Тема Вас Наступающим Днем Рождение Спасибо Христос Спасибо Христос Многое Долгое Лето Ой Как Бог Да Попы Если Я Умер Сейчас Они Б Молебнами С водосвятиями Служить Колокола Бы все По России Гремели Но Я скажу Не всем Были бы и другие Которые бы Воззохнули Когда Мартин Лютер Сказал Папе Когда Меня не будет Ты поймешь Как тебе Меня не хватает Никто Тебя уже Не обличит Я Ничего Своего Не искал Я только Говорил Вы забросили Андрей Кураев Это увидел Игнатий Говорит Ничего Нового Не говорит Забытая Нами Целые Пласты Он поднял Возьмите С этими мощами Ну где это видно Кто заповедовал Чтобы резали Скоро Говорит Нанотехнологии Займете Что в каждом доме Все мощи были Ну хоть Мизерно Хоть молекулы Но это язычество Сто процентное Не то что похожее Белый магизм Как Петр Мещеринов Игумен Данилова монастыря Патриархии Говорит Это белый магизм Птичий язык Птичий язык Что Спас яблочный Спас медовый Какой спас Один спас Голгофа Кровавая Вот как И поэтому Кто-то должен Это взять Вот я уеду Занятия у нас не будет Потому что мы все Разъедемся Летом все-таки Где-то Говорите о Боге Свидетельствуйте И Иеремия говорит Я хотел молчать Но внутри меня Как в костях моих Огонь был разлитый Выпросите у Бога Эту жажду И ты ничего не сделаешь С собой Это такое будет свидетельство Я начинаю Когда рассказывают Людям трудно поверить В это Ну как это Да там ни слова Рта не раскроешь Там здание КГБ Меня допрашивают Меня допрашивают А я свидетельствую о Боге А продать время Ко мне на дом Будут приезжать Эти сотрудники КГБ Книги покупать Которые меня вели Видите Это не в один день Делается Ты сначала Себя определи Если рождения Свыше не было Не отвергся Себя Ничего и не было А я думаю В церкви плохо Ну даже плохо Дальше что Вне церкви Спасения нет Ты к этому берегу Преклоняйся Без священства Спасения нет А почему они должны быть Вот я слышал Сегодня один говорит Там С Сергеем Козловым Ну я то просто слушаю ролик Ну потому Бог так создал Бог назначил это Без этих священных рук Священник Конец спасения смертным Говорит Иоанн Златоуст Да мало что Златоуст скажет Ну кому простить и проститься Это Иоанн говорит Если не будете есть плоти Сына человеческой Не будете иметь в себе жизни Вот у меня Знакомых тут много Я ушел от баптистов Мне не понравилось Я говорю Почему ты ушел Иконы тебя смущали У них нету Мощей у них нету Почему ты не остался Да я был у мормонов Был у адвентистов То есть он привык бродить Чтобы над ним Никого не было Он никому не поднял Ни каноны А зачем каноны Ну затем каноны Это вехи Вехи на пути В Царство Небесное Ну ладно Десять заповедей Я тебе сейчас Один вопрос задам И в тупик поставлю Скажи Чти отца и мать Ну И дальше объясняй Что за этим кроется Ну чти Ну объясни Что щи Щи хлебать или что Лаптем Так за этим заключается Кому с кем спать Как отношение к сестре Дальше в книге Левит подробно Это будет разъяснять Моисей А это уже заповеди Моисеевы Не божьи Но они приняты В закон Как у нас каноны Что означает кровосмешение В Новом Завете Нет ничего Да Ветхий Завет Но в Новом Завете Народной сестре не женятся Даже государство запретит Ты маленько Глаза открой Посмотри Как нам нужны законы Эти каноны Правила Без них никуда Вот я отошел От православия Потому что тут столько А почему-то у баптистов Не остался Да потому что грех А я жил В гражданском браке В гражданском блуде Жил И мозги проедены Ты маленько Отнесись к себе критически Чего ты Гордобачишься А не знаешь Куда тянешь Я например Очень хорошо узнал Мне это дано было Что я ничего не знаю И мне не дано Открывать ничего Вот это я узнал 40 лет печником работал Меня считали Превосходным печником Я в разных городах России делал А я знал Мне нет таланта Придумать что-то Я только готовые печи изучал И там где-то кирпич Сколотили что-то Мне нет таланта этого Я это узнал Очень хорошо Мне Бог показал Почему я радуюсь Любому Что сказал Феофан Затворник Я переписываю Конспектирую Там чемоданы Конспектов одних Почему мне не дано И я не заблудился Нигде Почему я понял На тему Исхождение Исхождение Духа Спорить не надо Ни с одним католиком Никогда Даже ни разговора не заводил Писание говорит И то и другое правильно В одном месте Говорит Умолив отца моего В другом месте Я пошлю Вот и все А как правильно То и другое правильно Потому что Григорий Ницкий Другие святые отцы Понимали от отца И сына исходящего Чего от нас скрывают И вот здесь О чем сейчас говорим Нет любви к Богу Нет любви к Слову Божию И поэтому Ездора не нужен Ни одного ребенка Ездора не назвали Ни одного храма За две тысячи лет Это монахи устроили Душняк свой Ну на все Они прям в один день В один день сразу возникнут А как быть Правила есть А ты их отвергал Каноны Каноны Это чудо Божие Это трубы Духа Святого Я говорю о том Что разъясняет Священное Писание Как бы Мнимому Собеседнику Который с Сергеем беседовал А ничего не надо Когда в церкви служба А я уйду Похожу по лесу И помолюсь А другой Я в это время иду там Ну зайду в пивнушку Там где у меня на сердце легко Да так можно куда угодно уйти С сатаной трапезничать И лучше чем литургия А я вот так понимаю Сейчас мне вчера подкинули Этот материал От Андрея Кураева Что посты Откуда он Андрей взял Из ваших книжек Похоже прям Ну прям полностью взято Что 69 апостольское правило Соблюдать посты Четыре десятницу Великий пост Среда и пятница Об остальных Ни слова нигде не сказано В 4, 5, 8 веке возникли Этот Успенские Госпожинки называют Они не нужны Отменить их надо Их нарушают Сплошь подряд Но Если даже соборы отменят Я их буду соблюдать Почему? Я на них воспитан с детства И они мне нравятся Я выпросил у Бога Эту милость Полюбить посты Неевангельского устроения Для смирения Моей буйной плоти Я не скрываю это Я так и говорю Мне они необходимы А тебе отменят Вот соблюдайте-ка то, что есть Но уже за это Взыскивать строго Кто не соблюдает Отлучение на 2 года Дальше это канон-то Не только законодательный Но и исполнительная власть Должна быть Это сколько надо знать Я ничего не признаю Кроме закона Божия В любом месте Не делай никакого изображения Все Все по боку руби Не делай А у нас по образу небесному Написано Храм, дом мой Ну и дальше А как Из Икииля 41-17 Отверха От потолка до пола И снаружи, снутри были иконы Кристос пришел Там иконы Не могильные склепы Не сказал, что из капища Понастроили Не делай изображения Делай Прямое повеление А сектант Он вырубил это Не делай А 25 глава делай У него мозги на бекрень Но я должен ему сказать на это Поэтому толкование нам нужно И каноны нужны Мы счастливые, что мы христиане И мы дважды счастливые, что мы православные Никуда А с другими верами соединяться Как соединяться? Хорошие Хорошие мы побеседовали Но не более того Канон остается в силе Если признана ересью Значит, вопросов нет Я вижу хорошее С ним могу поговорить Со своими где-то А за кулисом Что они патриархом делают Папу Это их дело Я все равно не буду исполнять Если они скажут Во время литургии стоять на голове Я не пойду на это Это не надо Это беспокоиться Они решают Он решает Молить за него Я только к молитве призываю У меня другого нет Посмотрел сколько Семь раз У меня получается Девять раз В молитву стать Почему? Это опыт Опыт Вот что-то есть Вот сейчас заболела сестра Больных у меня отдельно Я больных отдельно молюсь Отдельно там Обучающих Отдельно тех Которые враги Ну на первом месте Всегда Конечно Сергей Козлов А дальше По порядку Парализованные Больные И вдруг у меня На первое место Вышла наша сестра Татьяна Завтра на операции идет Тяжелейшая Связана с опасной болезнью И всех прошу Помолиться Вот она сразу у меня Прямо на молитве Всплыла на первое место Даже не думала Она мгновенно Перешагнул на первое место Почему? Ну и так понятно Почему? Вот когда ты поймешь Что ты до всего Все доходишь Как это здорово будет Это наш Бог И он создал церковь свою Она не такая Не похожая Тут много на нас снова И строится уже не церковь Христа А царство попов и монахов Как Григорий Петров говорил Ну и в этой неразберихе Среди этого мусора Мы найдем зерно Мы покажем Как нужно делать Но для этого Должно быть от Бога мужество Не склонись перед ними Которые беззаконничают Ну скажи в кротости В терпении И главное усилиться в молитве У меня было Вот выходим в собор Собор на паперть А там сходишь в ступени Потом площадка Потом еще вниз То есть высокий такой вход Бабки падают За ноги хватаются Целуют меня Слезами обливают Что с вами На нас настоятель травил Мы все годы против вас говорили А вы вот оказались Баба Наплевать да забыть Говорил не говорил Его уже нету Помолимся о нем Ты одновременно будешь Приобретать здесь и за гробом Этот настоятель КГБшник был Но он Меня причастил в тюрьме И я все списал ему Что он нас в списке Милицию подавал Это ничто Он меня причастил Вот у меня всплыло на первом месте Научись вычленять Самое главное Что есть Я вижу Где меня Бог осчастливил Нынче осчастливил Он вот тем и тем Но грядет засухо Урожай Бабуга сегодня уже засохший Травы нету Неважно Бог усмотрит Сын мой Как это быть Вот Бог дал Счастье Вот сколько к нам приезжает Местный митрополит Тут не лады всякие были А с этим Как будто давно жили вместе Это благословение Божие Враги на меня нападали С осени Ужас какой там Как они там Лаяли буквально Рвали И вдруг Все исчезли Ни одного нету Как будто Никогда их не было А вот теперь Я еще сильнее буду молиться За них Господи Ты ответил на мою молитву Не просто они ушли А то что я молился И друзей призывал Ослабь немного Господи Что же они делают Не помяни им судно денег Безумие Ты научись молиться Словами Которые Дух Святой Тебе положит А не просто Разбей ему голову Ну я может Не совсем Понятно Высказался Но Прощаюсь сегодня Я имею желание Оставить в памяти У вас Именно молитва Связь с Богом Наиглавнейшее Что нам Бог дал Открыл двери Простите Говорит И получите А о чем просить Я прошу Что дал Сейчас мне Хороших детей Я с ними занимаюсь Хороших То есть Посильно Посильно Чтобы справиться Можно было Ну а дальше Просил Снабжать А ничего нет И вдруг Снова открылись двери Бог нам мобильно Дал Мы все получили Питание Мука Крупы Масло Все Нашелся благодетель Прежний Нашелся Вот Просил тут В одном-два велосипеда Сегодня позвонил А его хозяина Еще и нет Бог может даст Ну а самое главное Чтобы все мы пришли К Богу Время очень коротко Я посмотрел на Израиль А вот если ИГИЛ Сто тысяч там их сегодня От ИГИЛа Трепещет Европа А все вместе бы напали на Израиля Что бы они сделали А вот удивительно Территория Которая враждебна к Израилю В пятьсот раз больше Чем они занимают Кромочка какая-то у моря И ничего не сделать Не могут Ничего Три государства Объединились Пошли В дребезги были разбиты Почему Бог Иегова Его народ хранит Ну Гитлер поставил Окончательное решение Еврейского вопроса Сталин Их по мини нигде нету А народ израильский Смотри Израиль Какую силу набрал Не прикасайся к народу Божию Молись о его обращении Чтобы приняли они Христа Спасителя И тогда ты увидишь Как твоя жизнь Будет заканчиваться ласково На смерть будешь смотреть Как на финиш На прямой Ну и что Сергей Скажи что 12 октября Занятие будет В среду 12 октября За это Найдите там еще Сами что-то образуете Может в своем городе 12 октября Возобновление Так Сережа Да 6 часов По местному времени Вот так Сейчас Сережа Приехал Игорь Добунов И ехал с Новосибирска Говорит Столько аварий Там лесовоз В легковушку врезался Ну Я куда торопился Гололеда то нет Ну вот видишь Торопились Куда торопились то Из развалин Над ней руки торчат Опасно везде Ну молись Богу Вспомни сколько мы проехали Представь От Владивостока До Лиссабона Вообще ужас какой Прошли Турцию Скандинавию Прибалтику На севере Вот Сергей был Ездили Ой-ой-ой Сколько аварий видели И проехали Ни одной аварии не было Нигде Это уж дома Один из наших Шоферов Два раза Задом Газели То в столб То в ворота въехал Пятиться Совсем не умеют То есть Это из духовных Пятиться не умеют То есть Ты видишь Неправ или что-то Сразу попятился Как Долбом в землю Урага воткнул Прости меня ради Христа Виноват Ну что у нас Еще Вопрос у меня был Еще Игнатих Давай Дорогой Зачем Лукавому Наши души Вообще Зачем ему Наши души Он О душах Может и не думает Я говорю Иногда Люди говорят Ну называешь Произведение Нужны или нет Я начитывал Его дважды Притом Печаль сатаны А сейчас Скорбь сатаны Называется Мария Карелли А сейчас Брокеру Там Стокеру Брокеру Приписывают Нет Брэму А он Это Мария Карелли Писала Печаль сатаны И он Это подробно Все объясняет Вот Найдите Это в интернете Легко найти Она Есть И она В аудио Начитана Можно послушать Правда Не моя Начитка Там Другие Печаль Да Печаль сатаны А иногда Скорб сатаны Называют Но она В оригинале Была Печаль сатаны Мария Карелли Княгиня Карапоткина Переводила Его Это Вообще Я Ну Не знаю Почему Никто Говорят Экранизировали В 13 Году Не мое Кино Было Нашел Я как-то Дал на работе Главному Бухгалтеру Я говорю Как Так Вся молодежь Студенты Говорит До утра Говорит Не спали Считали Говорит И зубы Стучат Зубы Стучат От страха Вот Показать Это не просто Так Как в виде Князя Римонеза Прекрасного Принца Является Сам Сатана Что ты Желаешь Что он тебе дает И дальше Что из этого Получается И как он Ненавидит тех Которые принимают Его И когда Отвергает его Какое он Облегчение Получаем Это интересный Взгляд на это Ему положено Это Отпущено Избавив Зачем Незачем По зависти По зависти На небе Валерий Он на небе Поднял восстание И он на земле Хочет доказать Зачем ему Коммунизм Зачем фашизм Хотя Сравнить с Гитлером Все остальные Это младенцы Маленькие Они не талантливые Он талантливый Был Разрушитель Но Дальше Это Зачем Зачем на небе Восстание Поднял он Показать Что я могу Сяду Сонными Богов Вот откуда Начинается Гордость Я ничем не хуже Бога На краю севера И вот здесь Он начинает Бог дает ему И говорит Ну ладно Строй социализм Строй Это образно сказать И вот он строит Все счастливые Равенство Братство Свобода Масонские лозунги Ничего не получилось Развалилось И ангелы Говорит Видя это Рука плещет Опять не получилось Он хватает грязь Замазывает трещину Пророка Еремия Написано Ну фундамент Поехал Он на новом месте Начинает строить Перестройка Ничего не Перестраивать То нечего Они развалены Обман Обман Ангелы Говорит Снова Рука плещет Бог дает Ты говоришь Фашизм Здорово Пожалуйста Все разрушено Вот сейчас Я просил Сегодня один На меня вышел Лифанов Кажется Он Я просил Называется Зона молчания Ролик такой Секретарша Личный секретарь Гитлера Наконец-то Дала интервью Что он чувствовал Когда началось Полное поражение Я все эти годы Сопереживал Как бы Не ему И конкретно А вот этому человеку Которому так Все получалось И вдруг Все пошло Не так Не так Пришло время Никаких покушений Не надо Сам себе Говорится Смерть найдет Вот Задумайся об этом И скажи Всему время Свое И вот нашелся человек И говорю Ворд Переведи мне это Потому что я кое-что Там не расслышал И уже сегодня Мне перевел Уже скидывает А она долго Говорит тому Наверное сейчас Вот Когда Все уже разрушено И как он сидел Вот есть Кама грядеш И когда Нейрон уже Все свернут И он так руками Сплеснул По коленям ударил И глаза Дохотил Да только сейчас же У меня легионеры были Все убиты Убиты Вот это наша жизнь И кончилось Как будто не жил А если с Богом Ты руками не будешь Плескать А поднимешь их К небу Гряди Ей Гряди Господи Чем заканчивается Святая Библия Вот к этому Надо идти Чтобы сейчас Смерти был Часом радости Желаю Разрешиться Умереть И быть со Христом Что несравненно Лучше Чем толочься на земле Но Для вас нужнее Чтобы я был среди вас Что-то ответил Это апостол Павел Говорит Это не мои слова И мы должны Стремиться к этому Чтобы знали Что другая страна Есть там Есть переход Смерти нет Смертью смерть попрал Разрушил Растоптал И это везде Везде Чтобы мы вкрапляли Вот так Ему это нужно Для того Чтобы показать Что он что-то может Только для этого Ни для чего Другого нет Я думал Он в противовес Своё царство Строить Там если Да именно так Правильно Так Забрать силу Показать Что она у него Польша Да Видишь сколько Чем у тебя там Ну я это и ответил Вам этому Построить Ангелу рукоплещу В конце Что ничего не получилось Бог даёт ему Тоже свободу Но свобода В рамках закона Ходил ли ты видел Отдаю тебе его Только души его Не касайся Вот и всё И он его поразил Проказа А смерти нету Нету смерти Он должен был умереть Развалиться Нету Бог не дал ему И смерти нету И так до нас Он допускает И тяжело Ужасно А это хорошо Господь перекаляет Переливает вино Мафт сидел На своих дрожжах Написано Как вино Непереливаемое Поэтому Заброшу тебя В другую страну Вот мы не должны Быть такими С радостью Благодарить Бога Как Иосиф Братья бросили В колодец Потом оклеветали В тюрьме Статья поганая Статья поганая Там 117 Развращение Чужой жены Ну проще И вдруг Премьер-министр В стране Вот эту выпустили Сейчас Савченко Надежда Вот она там Говорит Выходит Требует Какой-то там Расплаты Смерти Босиком Вчера я послушал Она больной человек Неверующий совершенно Стриженный В волосы Как будто бы Мальчишка какой-то Двух человек убила Там или что Как они приписывают И Путин Конечно разыграл Говорит Нужную карту Отдал С родителями Убитых Посоветовался Умно Вот Путин Я бы к слову сказать Первый год Он только воцарился Я сразу сказал У него Очень хорошая команда Советники Отличная Я вот слежу сколько И каждый раз повторяю Одно и то же Молиться надо за его И за эту А то он последний царь Его в семнадцатом году В феврале уберут Я уже много раз слышал Надо молиться Чтобы Бог сохранил Это мирное время Живем Молимся Беседуем Нас никто не трепет Ну чего еще надо-то Благодари Бога Да, бедно живем Но Не померли Другие еще беднее нас Что Сережа Заканчивать надо Да, слава Иисусу Так У всех Если кого-то где-то Крепко я там Задел Гористо Долбанул Посмотрите Если это неправильно Я сказал Простите Я выезжаю Хочу быть свободным От всех С миром С миром И вас Все, Сергей Павлович Если бы Сергей, ты приехал Ванну залить водой Неплохо было бы Наверное, трудно тебе Когда? Сегодня? Ну да У меня жена Закачивала Воду Там колонка В стороне Но метров за Пятьдесят Я зашел Грещу не течет Она выглянула А уже там С ночных походов Шел кто-то Пятый сейчас был И пол шланга Соединение оторвал А вода-то текла Он не видел Видно в какой дом Из шланга-то Она текла Вода Я пошел Он так и не отдал Сейчас закачиваем До половины расстояния А двумя бедрами Надо носить Ванну залить Хотя бы Жара такая Я тыкву тут Насадили мы Ничего не Не будет Да хоть тыквы Завтра Витя газель пригоняет Так что Завтра у нас Три часа Если можешь приди К памятнику Пушкина Там встреча с родителями С детьми Будет Утром уже Пол восьмого Послезавтра И мы уезжаем Если Господь благословит Ничего не делаем Сама жизнь Какая будет Скучная А так Все время Вроде бы И надо Все С отданием Пасхи всех Спасибо 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 Благовещение Возничтение Можно пропеть Последний раз Светися Светися Ну Да Очень Пропадем Давай Ангел Пи Ашу Горган Ашу 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 Отец наш Небесный, любящий Создатель, мы просим Тебя во исполнение Твоей молитвы. Ты сам сказал, где двое или трое согласятся просить, во имя Твое получите. Благослови наш детский лагерь и всех приезжающих в селение. Почти добрых, послушных закону Твоему людей, расширь пределы общин. Даруй мир Израилю, России и Украине. Распусти нас с миром. Положи нам память молиться друг о друге. За все Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Поклон. Слава Христу. Так, на севере тут дожди обещают, и сегодня у меня приехать не получается, если только часов в девять. Поздно будет у меня пихать? Ну да, поздно уже. Ладно, во славу Божию. Давай, отключай меня.